В Люберцах приступили к реализации нового этапа программы «Сто прудов и озер». Перед началом санитарной очистки сотрудники администрации подрядчики осмотрели территорию и выслушали пожелания жителей. Подробности в следующем сюжете. В прошлом году по программе Министерства экологии Подмосковья в Люберецком округе очистили пруды на улице Кантемера в Томилине и Краскове на Лорха. В этом наибольшее количество голосов набрали пруды на улице Шевченко в Томилине и Жилинский. Мы посмотрели объем работы, учли пожелания жителей по пиловке деревьев, по каким-то нюансам, потому что каждый пруд связан с какой-то историей и жители очень трепетно относятся к своим водным объектам. Томилинский пруд стал вторым по количеству отданных жителями голосов. Он небольшой. В основном здесь требуется очистка водной глади от водорослей и камыша. А Жилинский пруд стал лидером. Приведение его в порядок требует привлечения специальной техники. Здесь будет работать бригада специалистов по поводу опилки деревьев. Это будут автовышки. Также у нас будут экскаваторы-погрузчики. И посмотрим по дну. Если будет возможность, то мы сюда запустим плавучий маленький экскаватор для того, чтобы сделать окос камыша и очистить пруд более-менее, чтобы он был чистым. Несколько десятилетий у жителей Подмосковья не было возможности очистить любимые пруды. Сейчас она появилась благодаря программе «Сто прудов и озер». Мы, конечно, все тут местные жители мечтаем и хотим видеть этот пруд в хорошем состоянии, чтобы и дети наши видели, как мы заботимся о природе. И тоже так потом поступали. Очистить от тины, а также от мусора и сухих деревьев водные объекты подрядчики планируют к 1 августа. А жители с нетерпением ждут, потому что… Мы любим наш пруд! Луиса Игия Зарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.